Всероссийские соревнования по бейсболу уже своеобразная встреча старых друзей. Профессиональных команд в нашей стране не так уж много, все друг друга знают. В этот раз спортсмены сошлись на стадионе кампуса ДВФУ. Сменить площадку пришлось из-за глобального ремонта на домашнем поле приморцев, на стадионе «Строитель». Здесь же на острове бейсболисты играют с новым уникальным оборудованием. Мы используем переносные конструкции. Мы используем то, чего нет вообще в России ни у кого. Мы к этому пришли на нашу год и пользуемся этим. И сегодня, вот вы видите, как это выглядит. Это защищает игроков, это является обязательной частью игрового поля бейсбольного. Смену площадки опробовали на себе несколько опытных команд, большая часть из которых – дальневосточники. Находка, Хабаровск и, конечно же, Владивосток. Одним из ежегодных фаворитов является целая сборная Приморского края. Здесь бок о бок играют старички бейсбола и молодые перспективные парни, которых скоро повезут на соревнования в Китай. Мы отдаем приоритеты в игре, как бы смотрим на них, то есть по понятным причинам, потому что они у нас в этом году призеры практически всех турниров, поэтому и в Гонконге они тоже заявлены. То есть мы отдаем приоритет все-таки молодежи в этом году очень сильно. А вот хабаровчане и вовсе привезли сразу два состава и оба – молодежных. Поэтому каждая вторая игра на турнире получается своеобразным дальневосточным дерби. Говорят, что эти соревнования станут для них одними из последних в текущем году. Мы посещаем их два раза в год. Либо к нам весной приезжают, либо мы осенью приезжаем сюда, в Владивосток. Ну, самый, наверное, сильный – это находка на этих соревнованиях. Также вот сильный – это вот эта команда, Приморский край. После всероссийского турнира многие команды действительно возьмут перерыв или уйдут в тренировочные залы. А вот приморцы этой зимой отправятся на международные соревнования в Гонконг, где им будут противостоять бейсболисты из порядка десяти стран. Максим Яковлев, Андрей Толстихин. Новости спорта на восьмом.